Пока что падает просто вниз, проигравший становится уже топ-6, насколько мы выяснили, и зарабатывает миллион долларов США. Нормальный проигрыш. Выигрыш неплохой, я бы сказал. И выигрыш тоже неплохой. Проигрыш досадный, как по мне. Ну, посмотрим. Может получиться. Бест оф три, поэтому это уже не рулетка, здесь все шансы возможны на камбэк. И думаю, что... И игра у нас уже начинается, вот он, стадион, вот она, арена. Арена очень круто выглядит. Вот прямо здесь, по центру, происходит нечто невероятное. У нас тут, к сожалению, нет достаточно мощных ультимативных способностей. Нет, есть коллдаун. Коллдаун очень круто выглядит на этой арене. То есть вот этот здоровенный круг, залетающий в этот круг ракета, все это нарисовано, все очень классно выглядит. Если вы этого не видите, очень жаль. Ха-ха-ха. Ты нормально тогда потроллил 99% смотрящих в интернешнл? Если вы этого не видите, очень жаль. В общем, команда Сикрет. Пупей будет играть на Даззле, Зай, Спирит, Брейкер, Артизи на своем сигнатурнейшем, Шадоу Финги, С4, Вайпер и Куроки на Бэйне. Команда Ихоум, Ротики, Феникс, Ланэм будет катать на Баунти Хантере, Сити Ай, Шторм, Спирит, ДДС, Виверна и Юж на Гирокоптере. Тут нам дают статистику. Ихоум, четыре пилота и один наводчик. Да, кстати, так оно и есть. Просто отнили тунны и действительно наводчик в лице Баунти Хантера. Если эта стратегия сработает, можно будет смело называть ее именно так. У нас стычка на верхней руне, уже залетает Юж на Гирокоптер со своим бражом. 17% не прокачали, прокачали разбег, но уже нападают. Еще одна тычка и Фор 2. Артизи, правда, также погибает. Будут ли еще пытаться с кем-то бодаться? Могут попробовать забодать сейчас Ланэмой, если Сантряки есть просветка. И можно было попробовать с ней напасть, но закончилась мана у Спиритбрейкера. Там еле живой Вайпер был, он тоже попадался с Фениксом на нижней Баунти Хроник, кстати, забрал ее Феникс. Тут для него большой бонус, потому что полуровня уже получил. Прокачал он Фаер Спиритов, Эскейпа у него нет. Но он ему здесь, судя по всему, и не пригодится, потому что на топе у нас основные силы собраны. Это Даззл и Спиритбрейкер. Ну вообще Рот там очень серьезно. Затарился регеном и рейнжевой против рейнжевика. То есть Вайпер таких героев может не особо сильно гонять, тем более если в соло. Разве что когда левел нормальный будет уже. И на топе потихоньку сгущаются тучи. Подходит Ланэм, но здесь стоит центряк предусмотрительно Пупей. Прогрыз дорогу, посмотрел на Крипчиков. В это время Виверна на этой же линии занимается пулами. То есть пока что 2 в 2 на топе. Спиритбрейкер фармит. Гирокоптер подфармливает. Вот сейчас Крипы доберутся до его вышки. Я думаю у него с Крипстатом дела должны нормализоваться моментально. Ну и собственно Мид. Мид классический шторм против СФ. Пока тут говорить не о чем. Кроме того, что у Артизи пока еще маленький Крипстат. Но он очень быстро разгоняется. Это же Шудуфин в конце концов. Да, стоит отметить то, что Артизи умирал. Но потерять он практически ничего не потерял. Потому что теперь уровень денег и так в кармане не было. Да, ну и вот интересное занятие Бэйна. Как отмечали наши аналитики. Бэйн очень хорошо подходит против Баунти Хантера. Во-первых, потому что даже при обычной встрече в лесу, при которой зачастую суппорты проигрывают Баунти Хантеру, он просто в них грызается и продолжает долбать. Бэйн это один из немногих героев, которому плевать на БХ. У него очень хорошие статы. Он достаточно жирный. У него отличные обилки для того, чтобы отжираться. Да, да, да. Вот смотрю я как раз за ним. И Бэйн может отжираться, Бэйн может кинуть слип. То есть у Бэйна проблем с этим вообще не возникает с тем Баунти Хантером, я хотел сказать. И, естественно, на миде, если БХ занимает свою вот эту дефолтную позицию напрягать центрального героя, то Бэйн справляется тоже очень круто. Вот решил сместиться Ланэм. Понимает, что в миде ему ничего не светит. Выходить сейчас на СВО будет. СВО, кстати, половина здоровья. Сейчас еще Феникс может долетать на него дайвом. СВО! Слушай, ну Джаната там вроде бы нет. Но, тем не менее, С4 проседает, и это и есть минус. Хотел уже было сказать First Blood, но потом посмотрел, что счет уже 2-1 в пользу Ехоум и вспомнил про эту резиню перед выходом. Странный мув достаточно от Вайпера, то, что он на половине здоровья так глубоко стоял, при том, что Вижна по Баунти Хантеру нет. Да, вообще Вайпер это жутко неповоротливая машина. У него чуть ли не самый маленький мув спид в этой игре. Там ему только Цемк вроде бы может дать фору. Тут Артур очень сильно проседает, проживает стик и еще один фойл. Это минус от Артизи. Вот эти вот стики не прочитал Шторм Спирит. И в итоге СФ выигрывает в этой дуэли. В общем, никогда говорила я тогда про Вайпера. Вайпер крайне неповоротлив. В 285 МС. Именно по этой причине зачастую Вайперу собирают хотя бы Яшу. Не обязательно монтостайл полный, но Яша практически мастхэв. Чтобы нормализовать его скорость. Не просто вывести его на какой-то нереальный мув спид, а банально нормализовать скорость. Попытка Баунти Хантером вырезать Курьера в центре только что не увенчалась успехом. Да, БХ второго уровня, второй с половиной ползает. Ну, он наводит некий экшен на карте. Вопрос, до какой минуты Вайперу будет страшно. Потому что в какой-то момент настанет момент, третий коррозит скин, ему по барабану будет на Баунти Хантером. Смотри, как Ротк-то гоняет сейчас С4. Просто вторые спириты, причем там совсем скоро будут уже третий С4. Вот эти мансы, они зачастую приводят просто к тому, что ты получаешь пару лишних подач вместо одного Файра Спирита. Ну, непонятно, что из этого хуже. И С4 уже очень сильно просевший, но у него есть Хильм Целл. Скорее всего, он сейчас этот Целл-то и потратит. Ну, еще три танга имеются в инвентаре на всякий пожарный. Так, верхняя руна. Баунти Хантер пытался ее как-то подконтролить, но Секрет тоже не пальцем деланные ребята. Аркизи отмалили. Ну что, снова попытка отрезать Курьера сейчас будет? Летит по кромке, по кромке летит, не достать его никак. Очень грамотно контролит ребята его и... Хорошая траектория, кстати. То есть не по центру, вот очень часто летит над деревьями. Хотя вот сейчас есть Вижен и... Также есть Вижен по Баунти Хантеру, но Баунти Хантер зарезал. Все-таки Курьер зарезал, но на Ланэмай есть выход от Спирит Брейкера. Это минус, это минус 100%, пытается отдаться. Да, отлично. Отличное количество урона получилось нанести у Дазла. Вот как раз именно этого количества дэмэджа не хватало для того, чтобы... Вернее, Спирит Брейкеру четко подфартило, потому что именно этого количества дэмэджа не хватало, чтобы убить БХ. Да, иначе он, скорее всего, оказался бы просто на иншентах и от них бы отдался. Ну что, Зай. У Зая все великолепно. Четвертый уровень на оффлейне. Все неплохо по ласт хитам. 16 крипов добито. Не, ну 15 добито. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Мимо. Виктор. Не попал. Ранил. В общем, Зая тут действительно сейчас ранят. Очень больно. И залетает еще Сплинтер. Там есть Грейв. Там есть Грейв. Ну и Зай очень сильно страдает, да. Сплинтер. Сплинтер Бласт, конечно же. Я думаю, странно увидеть. Было бы влетающего Сплинтера в Зая. Окей. Будут слипать? Наверное. Хотя решили все-таки отпустить. А там и Карл Дай был не потрачен. Да, то есть забрать было бы нереально. Несмотря на имеющийся уже Вайпер Страйку СФО. Кулку бы это особо не дало. А вот Кура, кстати... Так, пошел слип. Ну вот, вот, вот. Вот как-то так получается. Много дэмэджа нанесли. Но Рот, наверное, здесь выживет. Да, не хватает еще буквально пары тиков. Но зато заставили уйти. Заставили уйти. Ему придется идти на базу Регеница. Хотя вот смотри, передумал Ротский. Решил на Транквилах вывести. А Транквил очень легко его сейчас подхилят. То есть он может банально постоять тут, пополучать немножко экспы. Посмотри, 20 единиц только что Регена было. Это было под Тангусом. Без Тангуса 13 единиц. Этого тоже более чем достаточно, если ты просто хочешь чаять экспу. У нас тут могла быть встреча в лесу. В итоге ничего не получилось. Очень сильно Артизи мид переигрывает. 38 на 10 против 26 на 8. Это большая разница. Уже да. Уже получается, что так. Причем, возможно, был небольшой план у Ихомов поднапрячь мид. Но за счет того, что Бейн привязан к своей позиции на центре. Так, воене у нас там внизу нападает на С4. Сейчас попытка забрать Вайпер. Вайпер плотный. С третьим Корозив скином. Его нереально тяжело пробить. Вайпер горит. И не хватает дэмэджа. С4 уходит. Ну и тут перед Брейкер по Ланэму. Будет ли высасывалка? Есть. Минус Ланэм. Зай пытается ковырять. Это можно, можно разбивать. Это минус яйцо. И теперь вопрос, будут ли забирать еще и Гирокоптера. Гирокоптер, правда, без маны. Можно попробовать. Было бы его забрать. А тут Шторм прилетает. И, видимо, эту инфу дал только что мидер команды Сикрет, что Шторма нет. Ребята, соберитесь вам сейчас в вафли. Ну, слушай, а с Фу не пошли добивать? С Фу еле живой находится под вышкой. Они не знают, что он там. Он вначале как убежал на своих 40 хп, так вот он там и тусуется до сих пор. На самом деле, файт мог бы получиться настолько идеальный для Сикретов, потому что Баратрум в это время просто разгонялся с самого респа Феникса. И перед тем, как он нажал дайв, он отменил разгон. То есть, если бы разгон остался на дайве, там вообще бы мрак получился. Ну, да, в итоге, естественно, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, как говорится. Но всего знать наперед нельзя, естественно. И в итоге получилось то, что получилось. Но размен для Сикретов не то, чтобы плохой. А вот пишут то, что Яхом в половине игр использует роуминг, и две третьих из них выигрывают. Не, роуминг это неплохо, если вы умеете этим играть. То есть, если Яхом понимает, что это их сильная сторона, почему бы не использовать подобных персонажей? Какие-нибудь роумящие там, тусики, баунти-хантеры, баунти-хантеры, вот кто угодно. Возможно, даже спирит-брейкер, например. Но в данной ситуации это БХ, и пока у него, честно говоря, получается не то, чтобы не очень. Сикрет слишком готова к этому баунти-хантеру. Виверне рискует весьма. У нее уже большое количество минус-армора, и, по-моему, Зай сейчас ломанет в нее просто. Вот он, Вижен, пошел. Ой, да, сразу же идет телепорт. ТП-сюда у нас гирокоптер, и должен... А у него же есть кулдаун, так что он, если что, подсупортил бы свою Виверню. Тротикей может нырнуть, у него есть яйцо. Да, Зай загулял, Зай 100% минус. А у него еще есть разбег. Не то, чтобы 100% минус. Разбегается он, правда, не слишком хорошо. Есть хилл, есть хилл, и слип. Но надо расчехлять этот слип, и сплинтер-бласт добивает. Хотя добивает его в итоге горелка, но даже если бы не горелка, то Виверне бы достался фраг. Вот слип, возможно, был не самый качественный, небольшой такой промах. Его притормозили, из-за этого на него попала горелка. Вообще, даже если бы в него потом закинули сплинтер-бласт, этим слипом можно было свейдить бы сплинтер-бласт. Вот в чем дело. Да, разгон пошел на Роттикея. Дайв у него в любом случае есть, поэтому, скорее всего, он сможет уйти. Шестого уровня у спирит-брейкера нет, чтобы не выпустить из стана вообще. Ну и вот вообще, пока не должны были увидеть этого бегущего спирит-брейкера, вот только сейчас Ротк ловит взгляд этого быка на себе. И пока игра движется не то чтобы размеренно, выпады есть, постоянно пытаются спирит-брейкер атаковать. Вот 10 минут прошло, можем посмотреть графики по полторы тысячи. Слезу, 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 слезу. И разбег от Баратрубчука по двоим. Очень найс! И тычку бы еще отвесить. Опять яйцо, но 5 тысяч можно нанести, конечно. Будут бить. Надо разбивать. Есть минус яйцо и минус. Шторм, спирит. Два фрага для Сикрет. Очень своевременно здесь оказывается Зай. Он спасает СВО уже не единожды. Кстати, СВО не будет идти в Мекку, потому что, я вижу, есть уже Баклер в кармане у Артизи. Соответственно, он будет собирать Мекказм. Это освобождает Вайпера от такой обязанности. Но у него при этом есть кольцо Ригина. Что это будет? Базиль кольцо Ригина. Не Владмир же? Да, черт его знает. Это может быть и Пайп, это может быть все что угодно. Хотя магического урона не то чтобы совсем много. Есть колдаун, хорошо, который способен пробивать сплинтер бласт. Вообще Пайп лишним не будет. Если уже речь пошла о том, чтобы полезного собрать, Пайп точно не бесполезен. Но я бы не сказал, что это Артефакт первой надобности здесь. Вайпера вообще можно собирать по нескольким принципам, по нескольким схемам построения билда. Это может быть Демедж Дилер Вайпер, это может быть Танк Вайпер, это может быть Семикерри Вайпер. То есть разные варианты могут быть. Пошли в Пуш. Пошли в Пуш. Т-1 упадет очень быстро. Фортификейшн сейчас нажмут. Надо в ответочку хотя бы что-то забрать. Нажимает Фортуна. На ботами вышка, скорее всего, упадет. Гирокоптер ее должен донести. Вышка достается Артизе. У Артизе вообще все великолепно. 6600 Нетворса против 400 у Гирокоптера. Это весьма серьезно. Вообще у Артизи, посмотрите на его Крипстат, это просто нечто феноменальное. И Нетворсы, естественно, прямо пропорционально зависят от Крипстата. Ну и вот, собственно, вторая вышка, которая может сейчас упасть, если Хоум вдруг не придут ее оборонять. Она стоит в знаковой Артизе под вивом и разматывает ее. Не хватает маны немного, но есть 10 стиков. Ну, понимаешь, сейчас пробить СФ, у которого 28 единиц армора, почти не представляется возможным. Разгон пошел по ДДС. Если его получится убить, то отлично. Забирают Сидвимер, но тут его пропустили что-либо в кастовать. Клдаун также уходит практически. И туда Мека нивелирует клдаун. Разбивается яйцо, падает Гирокоптер. Сити Уай на последнюю ману пытается добрать Артизе. И у него это все-таки получается, но уже после своей смерти. Один в четыре. Ужасная драка для Яхоум. Очень много выигрывают сейчас Сикреты. Стоит напомнить, что они еще и Т2 забрали. Саппорты получают кучу уровней. Да, они размотали СФ, но они размотали СФ после всех убийств. Соответственно, весь экспириенс и так далее получила команда Сикрета. А Яхоум не получили почти ничего. Да, там Штормо немного бабла отсыпало за Шадуфинда. Но погиб-то он до этой смерти СФ. И экспы вот этой долгожданной для Шторм Спирита никакой не досталось. Потому что СФ, например, уже 11.5 уровень. А вот СТВ, который стоял против него в миде, восьмой. Ну ладно, можно сделать небольшую поправку. Сказать почти девятый. От почти девятый скиллпоинт не появляется. Вот. И статов тоже не особо прибавляется. Поэтому восьмой. Ну что, СФ. СФ решил идти в Black King Bar. У него, кстати, Аквила лежала. Я не знаю, продал он ее или нет. Она в СТэше была. Да, он ее продал. Смоук от Сигретов. Вот сейчас Аркан Буцик. Он хотел сказать, есть ли у кого-то хотя бы. И есть. И выход в центр на Феникса. Феникса. Да, побежали. Феникс сразу же пытается уехать на Икарусе. За рисковый, конечно. Он фуловый за спиной. Его ребята, которые могли бы выхилить. Да, братью не рядышком. Рядышком Пупи на Дазли. То есть этот товарищ игровый кидать умеет. И, естественно, проблем не будет с выживанием. Ну и вот он Ланэм на нижней руне. Вот стоит отметить то, что пока что роль Боунти Хантера не особо ясна на этой карте. То есть он пока абсолютно не принимает участия в игре. Киллов сделать толком не получается у команды. Их он шестой левел. Вот он только-только свой получил. Собственно, до этого момента фраги у команды не были столь результативные. Но, может быть, сейчас что-то изменится. Представляете, что пока все ультимейты Ротти Кей были неудачными. Я так подозреваю, что за статистику взят не только Феникс. Нет. Шуточка. Тонкая-тонкая шутка. Да, забирают Геррокоптера здесь. Через Финс Гриб. Так вот. Феникс, его ульта очень слаба на первом левеле. Если он не попадает своими спиритами. Потому что там только пять атак. Пять атак. Это по одной тычке скрывается. Даже если он попал по всем спиритами, они делают одну тычку в каждой. Да, она будет долго замахиваться, долго лететь. Но они ее сделают. Яйцо лопнет и все. С левелом? С левелом. Безусловно. Когда это будет восемь атак или одиннадцать, этот ульт очень страшный. Потому что, представь, одиннадцать атак в лейте. Сколько это демеджа, ушедшего просто в никуда. И этим Феникс страшен. Но сейчас несколько опрометчиво действует Ротк. И поэтому не получается у него принести какую-то пользу в драке своей команде. Зай уже очень сильно плотность набирает. Посмотри на этого спиритбрейкера. Ну все правильно. ПТ, урна. У него тычка на руках. Не знаю, пойдет ли в Блэк Кинг Вар. Барабаны у них уже есть. У него на торс-то почти такой, как у гирокоптера, если что. А это был оффлейн спиритбрейкер. Ну, зная очень высокий коэффициент участия в драке. Ты посмотри, у него три килла, шесть ассистов. Это при том, что было всего 12 фрагов сделано с секретами. Да и погиб он всего лишь один раз. Так что нельзя сказать, что он там фидонит. Он на М7 уровне. Четвертый Тос, первый Джонада, первый инвист, трек. И ничего в кармане практически, кроме сапога, нет. Пока не реализован. Ниши Нетворс на карте. Две столба у Баунти Хантера не идет. А Ехоум не дерутся. А как тут может идти, если команда не дерется, пикнув Баунти Хантера? Вы не можете извлекать пользу из тех обилок, которые вы не юзаете. Капитан Очевидность. Капитан Очевидность, спонсор сегодняшней трансляции. Ну что, Вайпер. Вайпер 11-го. Две тысячи на руках. Ну, Яшу, наверное, будет собирать. Но ему нужен демодж с руки. Можно хоть пойти в какую-то толстоту. СФ и прилетел Блэк Кинг Бар. Ну, хороший айтем билд у Артизи. Мека, БКБ. Больше ничего, по сути, не нужно для защиты. Возможно, появится какая-нибудь линка, если вдруг Виверна станет совсем надоедливой. Но не у СФ, скорее всего. Возможно, у какого-нибудь даже Вайпера. Но это будет совсем не скоро. Это произойдет только, если вдруг Сикрет начнут проигрывать драку раз за разом. Именно по причине ульта Виверны. СФ покупает себе Миддес. Вайпер идет в Атак Спид. Не плохое решение, на самом деле. При том, что видно, что перефармливают. Нетворк у него второй на карте. Атак Спид Вайперу также не мешает. Стоит отметить, потому что наплевывает. Я знаю, мало героев, которым мешает Атак Спид. Ну, можно какого-нибудь придумать Огрмага. Огрмага, который бьет в Блэйдмейл Клака. Да, Огрмаг. В принципе, можно просто бить кого-то, и от этого будет не слишком много толку. Но там уже другой вступает фактор. Аргумент — это экспа бонусная. То есть это тоже немаловажный момент. Тут вот приходит Крип на разведку. Куру его так сочно пытался высосать, но у него ничего не получилось. Это Аегис. Это Аегис. Такого СФ убивать два раза чрезвычайно трудно. Чрезвычайно трудно. Сити Ай нельзя подставляться, потому что цепанут банально финсгриппом и развалится за секунду. Он и не подставляется. Телепорт во время прыжка, ничего. Артизи Хасту заставит Ротикей сейчас нырять. Ну, да. И Карос вызвал Ротикей и вынужден уехать. Принимается метель и тир-два вышку по центру. Сейчас парни из Сикрит. У Спирит Брейкера уже появляется Владмир. Боже мой, какие артефакты. Просто нереально жесткий бут получает. А уродка-то у него кулдаун. Артизи заходит, но у него есть Аегис. Не будем про это забывать. Куру кидает слип на Артизи. И вот так вот минус ультвиверный. Боттл, 14 стиков и меккап. Не забываем про Егис. Минус Т2. А сейчас меккап пойдет. Вот сейчас должна будет нажать мекк, наверное. Хотя Артизи пока просто отбивается боттлом. Заберется с Кайлами Грифов. Ну, рано на хайграунд заходить. Там цепанули Ланэма. Есть по нему Увижен. Пытается уйти ультимейт. Спирит Брейкера это минус. Такие обнимашки Зай устроил. Очень забавно вздирает он лапки вверх. Но в итоге лапками вверх у нас слег Баунти Хантер. Вот, 0-3-3. Не слишком полезен. Можно, я думаю, подобный термин употребить. Ну, видели не таких Баунти Хантеров, с которыми вроде потом все нормально остановилось. Да сейчас уже, возможно, будет слишком поздно. Открываем графики. Видим то, что уже 7500 проигрывает Ехоум на конкретном этапе. Вот просто сейчас. Это 20-я минута. Это очень большие деньги. Потому что гирокоптер. У него вроде бы много артефактов. Не надо, чтобы драться. Но он и по левелу сейчас отстает. И БКБ у него еще не готова. И непонятно, когда он будет готова. Штурм Спирит со своим соулбустером, который дает ему, читаем, цитирую, 4 хп регенерации, 100 мана регенерации, 400 хп, 450, как я вернее, и 400 маны. Это не то, чтобы нечто геймчейджинг. Да, это помогает ему быть в замесе чуть дольше и не умирать сразу. Это очень сильно помогает, если ребята заходят на хайграунд. Когда-то рядом с фонтаном. Монопул довольно-таки большой. Можно вырываться, наносить много урона и улетать назад. Ну, вот как раз ребята и заходят на хайграунд Артизи. Да, ну, Феникс очень неприятен, когда ты заходишь на ХГ, потому что вот этот проход, он достаточно узкий. Сейчас у нас тут драка, я думаю, должна закончиться все-таки. Хотя, секрет, это не те ребята, которые будут вступать вот так вот просто, начав замес. Артизи очень жестко залетает. Несколько подач и СФ прогоняют. Да, решили отойти. Не получается, тем более, видят, что на топе фармить. Сейчас СТА снова подпушивает лейн. Несмотря на то, что Айгис в кармане у СФ уходить, приходится. Травла появляется у СФ. Не решил идти в какие-то СК, ДТ или что-то подобное. Просто собирает себе травла. Мобильность. Очень интересное решение. Так вот, я тогда не говорил про Феникса. То есть вот эта узкая рампа, с которой ты вынужден бить, да, атаковать вот этот Тауэр, естественно, подвергается атаке Феникса, у которого, там, диаметр спиритов, ну, примерно вот такой. И, соответственно, минус, там, 120 атак спида, и ты не можешь атаковать 140 на последнем уровне траканчика, в прошлом помещении. Ты просто не можешь атаковать Тауэр. Один из немногих вариантов, это попытаться просто зацепить как-то Феникса предварительно, убить его, либо просто хоть кого-то поймать предварительно и убить, и потом зайти на базу с попыткой забрать вражеских героев парочку. Чтобы Феникс просто не надоедал в соло. Герокоптер в это время выформил стаки Эншентов, ну, почти выформил, сейчас выформит. СФ занимается, по сути, тем же самым, вместе с Заем на пару. Герокоптер хорошо сейчас, у денег заработает, сейчас он почти насобирал себе уже на Блэкинг Бар, хоть какие-то варианты появляются теперь у Вихом во время драки. Хотя Вайперстрайку это не мешает. Спиритбрейкеру ульта это тоже не мешает. Ну, Спиритбрейкеру еще как-то надо добежать, там виверны всякие неприятные. А Вайпер что? Вайпер плюнул, но Гирыч там не особо бегает, он просто стреляет. Да, чуть медленней, но стреляет. Тем более, что у Вайпера какой там, 13 уровень, это минус 60 от Акспида, а у Феникса 140, напоминаю. Спасибо. А у Е 140. В общем, напоминание великолепно, Роман. Я зачастую великолепен. Хорошо. Спасибо за комплимент. Я за что. Артизия забирает руну дабл дэмэджа. Единственное строение Тир 2, так сказать, находится на ботаме. Пока не особо торопится его сносить. Формят чужие леса. Но вот интересно, что будет после травелов. Еще ПТ можно продать. После травелов, возможно, будут вапли. Потому что Артизия забоет, его ловит Виверна. Отличный ульт от Виверн. В итоге три героя команды Сикрет были пойманы. И так раз. Просто нереальный дэмэдж. Надо пытаться забирать яйцо. Яйцо никто не бьет. Вернее, бил один только Зай. Остальные развернулись и попробовали убежать. Кура погибнет. Не убежали. Да, Кура тут по-любому умер. Догнать Артизии вряд ли получится. Там все-таки травела. Это 4 за 5 полспида. На нем трек. На нем трек. Сторм за ПТ есть Вижн. Минус Артизия, это минус 3. Одного гирокоптера. Еще могут посыпаться по ноте. Слушай, можно попробовать напасть на С4. Тут только С4. Я вообще не понимаю, почему они отсюда уходят. Зачем они отсюда убежали? Ну, что он сказал, что ладно, хватит. Давайте их пощадим. Я не понимаю. Но в любом случае, очень много денег уже зарабатывают Ехоум. Да, драка была очень неудачной. Две с половиной тысячи дивидендов приносится в сторону Ехоум. Четыре тысячи опыта. И многие киллы были по треками. И вот он теперь Феникс. Первая его нормальная, скажем, ульта при нормальных обстоятельствах сразу же приносит пользу. Ну, обстоятельства были вообще не в пользу Сикрет. Когда они находились на лоу-граунде, их увидели заранее. Артизии пришлось нажимать БКБ. Ульт был великолепный. Он просто снёс две трети ХП трём персонажам. Но не было чем поддержать. Рядом не было Вайпера. Рядом не было Бэйна, который бы мог что-то подконтролить. Хочется позже Феникса, чтобы он не метаморф пользовался. Или, возможно, что не распилит, а чтобы не прыгнул. В любом случае, Феникс уже полезен. У него Мека, Транквилы, Урна, Геон. Так что Ротк очень неплох. Без Мидоса играет, как ты видишь. Смотри, разменяется в ДДС. Отменяет. Вот Зай не любит добегать до конца. Он такой... На половине пути. Примерно как таксист, который нас недавно подвозил. Я вас тут выброшу. Вы разберетесь. Может быть. Может быть, даже он. Харисман Off-Evasion появляется в Артизе. Ну, от Гирокоптера, понятное дело, защищается. Шторм Спирит тоже, по сути, много демиджин наносит с руки. А тут Виверна засела, смотри. Еще один. Сейчас разотопал будет кастовать, наверное, уже один бласт. Ну да, потому как палился на СФ-чике, лучше, скорее всего, кастовать. Глими уже неплохо. Может будет хоть кого-то подсоедить. Хотя у Куру там те же Сантреки Дасты имеются против Баунти Хантера. Поэтому один из приятных моментов Гримера будет, скорее всего, упущен. Я говорю, конечно же, про Инвиз. Ну и Вайпер хорошо продолжает фармить. Два топовых нетворка принадлежат Сикретам. Это 14 тысяч у Артизи, 11 тысяч у Вайпера. Далее идет 11 тысяч Шторм и девяточка всего лишь у Гирокоптера. Но это Гирокоптер. Гирокоптеру зачастую достаточно одного артефакта за 7 тысяч, чтобы перевернуть вообще всю игру. Просто перед этим желательно хоть что-то заиметь. Хоть какие-то артефакты на плотность, кроме Рапиры и Тапка. Рапиры и Тапок я вообще слушал, на плотность не особо работают. Ну да. На плотность фида могут сработать. Да, это всегда можно. Слушай, СВО 15. БКБ, 1200 на руках. Постоянно обновляют на нем трек, заставляют давать вижен. И контролят его золото, конечно же. Конечно контролят его золото. Я, когда вот это нововведение было, немного улыбнулся, если так можно сказать. Особенно мне нравилось, когда не так давно, конечно, даже на стадии плей-оффа, играл антимаг, на котором постоянно висел трек, у которого было там тысяч 8 денег. Зависть развивает. Просто морально давил своего врага. Боих никто не мог похвастаться таким капиталом. Так что да, АМ он мог загнобить одним своим видом. Кстати, до сих пор спида бегает, артизия не продает. Понятное дело, он дает какие-то статки, атак спид и так далее. Пока ССССР не может похвастаться диким атак спидом. Хотя бы потому, что у него МЕКО БКБ травела и ни то, ни то, ни то не дает особо тех самых... Да пока есть лишний слот, почему бы им не пользоваться. Как только этот слот ему понадобится под какие-то конкретные цели, возможно ТПшечку принести, ну ТПшечку у него травела. А что ему еще нужно? Разве чтобы ТПшечку какой-то дособирать. Ланем ему нужно, да, нашли минус Ланем, причем не понадобилось ему почти ничего для этого. Там Спиритбрейкер просто малость подсветил, вернее подсветил Дазл своим гемом. Спиритбрейкер просто указал направление чуть более ясно. И уж опять фармит Эншиндов. Вот этот момент немного упускают парни из Сикрет. То есть они могли бы спокойно пойти подраться с Эншиндов, потому что они уже намного сильнее. Но тем не менее они позволяют их вам фармить. Да, Оршуд появляется, кстати, на Шторм Ферити, стоит отметить. При Сайлент Снеке, которым можно заткнуть Дазла при инициации, и тот не сможет загрейвить или захилить или еще что-то сделать. Да, Герокоптер вот-вот будет с Манки Кинг Баром. И уже практически так, вот он врывается в артизи, артизи. Да, артизи там подхиливают, его естественно спадут. Пытается он забрать все ротко, и у него почти получилось. Я скажу просто то, что вот этот рыв Шторма, он был демонстративным. Он только что показал, что СФ, несмотря на большой перепак, не является какой-то непобедимой целью. Он очень даже победим. Во-первых, потому что у него есть Трвела, который не дает ему ничего. Минус две тысячи золота, да. И там же лежит ПТ, Боттл можно туда отнести. Не, ну можно отнести вот Боттл и Трвела, допустим, это три тысячи с копейками. А это как раз разница практически между СФом и Шторм Спиритом. Да, и до Герокоптера там недалеко на самом деле. Так что конкретно в плане полезного нетворта, полезного именно в бою СФ немного проседает. Но он по другим параметрам неплох, то что мобильный, его достаточно тяжело догнать различным персонажам. 11-й, есть Форстав, Зайп остановился в фарм, хотя 2 600 у него есть на руках. Пойдет схватка за Рошана, не зря делает сейчас телепорт. Кура, ТП еще 4 секунды в КД, должны сейчас просветить. На СФО есть трек. Видят его. Видят. И Рошана добивают. А, нечем нормально синицировать. Нет, Вижена, вот только С4 залетает, немного подсвечивает Виверну. Тут же вылетает Рот. Шторм. Пошел. На кого пошел Шторм? На Пупея нападают. Пупей! Пупей должен умирать от Орхита, должен умирать. Нет, не хватает дэм. Уже. Пупей ушел. МБКБшечка поймали С4 вольт. Виверны, минусы с фор. Артизи, не хватает ему урона. Герокоптер начинает разваливать. Нет, Герокоптер находится в финсгриппе. Зайп, есть разгон. Его стыкает Орхитом, не получается с него сдохнаться. Супляет Южа. Юж бежит. Есть Южа по нему. Курок успокоит. Хайкваунт. Есть Слип, Зайп, разгоняет. Есть стан. Два КЛА. Минус Герокоптер. Очень недурной замес для Тим Сикрет. Но есть пайбэк от Герыча. И не смогут Радиенты сейчас продолжать драку. Они вынуждены ретироваться. Вот он Курок, который улетает отсюда. И будут добивать Даршана сейчас ЕФОМ. Так что можно смело сказать, невзирая на пайбэк, это, наверное, два плюс Дайера. Учитывая то, что они сейчас отстают. И отстают на семь с половиной, на восемь тысяч. Да, но эти семь с половиной и восемь тысяч, они уже очень давно. Прилетает Бутерфляйк Артизи. Правда, у Герокоптера через несколько денежек две с половиной тысячи, да? Или уже прилетело что-то? Нет, не в куре. Телепорты там летают пока что. Тогда еще две с половиной тысячи надо выформить. Это не так уж много для Герокоптера, если взять там... Это немного, если ему дадут фармить, если сейчас пойдут агрессировать. А будем не дадут фармить. Агрессировать пойдут? Зачем они пойдут агрессировать? Я против шторма с Айгенцем это трудно делаю. Они же не дурные, чтобы идти сейчас агрессировать. Они должны прекрасно понимать. У нас только что, во-первых, Герыч нам делал байбэк. Во-вторых, Герыч без кор-артефакта. Одного из самых важных. Нет, я про Сикритов. А, Сикритов ты имеешь ввиду? А Сикриты знают, что Герыч сделал байбэк и попытаться его щимануть. Что-то забавно так залетел на руну, посмотрел, что там Ориген, развернулся и улетел. Так Ригенчик он и не забрал. Попейкс подсветил немного зону ордов и разбил один. Зая собирает БКБ. И у Зая БКБ практически готова. А вот эта корова в Блэйкинг-баре среди замеса, она будет много шухера делать? Корова-то будет много шухера делать, но у меня сейчас один вполне логичный вопрос. Что теперь делать с тем же Фениксом? Потому что Форум становится серьезной в розык. Попейк тут уже должен умирать 100%. Да, тут еще и на Куру нападают. Ротк сразу же яйцирует. Но отличный ульт от Винтера Виверны. И сейчас яйцо срабатывает. Два героя в стане. Все время БКБ они простояли в стане и под дизейвлами. Теперь нужно пытаться их добивать. Куру должен погибать здесь безоговорочно. Погибает, кстати, Феникс. Зая тоже поймали. Есть минус. Артизи расписывался, но это не помогает. Хотя сетевая подсветила Виверна. Что делает этот ДДС? Летит ракета за Артизи. Успеет ли он сделать... А, извиняюсь. Или летит. Да, летит, летит. Это минус 4. Минус 4 и минус вышка. Да, за Артизи ракета летит, но он уже на базе. И Е-Хоум просто невероятно камбэчер. Ты посмотри на... Деньги! Деньги! 100 экспиринсов. Баунти Хантер дал 6 треков за этот замес. На своего на кого-то еще походу. Возможно, возможно. Да, тут вот нам подсказывают, что в 6.84 мобильность Шторма оказывается несколько юзабельнее, чем огневая мощь Шедоуфинда. И у него Винрейд переваливает за 50% на пятерик. Да, не стоит забывать то, что Шторм Спирит после таких удачных драк заряжает Бладстоуны. С него не дропнули Аегис. И его придется убивать не один раз, а один раз с Аегисом, один раз с Бладстоуном. А потом еще может быть и байбэк, если что. Поэтому, возможно, возникновение фразы в Тимспике «Да когда же ты сдохнешь?» Да такое часто появляется. Я думаю, сейчас, конкретно во время этого замеса, пару таких фраз уже проскочило. Ты видел, как Виверна... Виверна заслевила яйцо вообще нереально. Яйцо бы разломали за 2 секунды. Так, сначала Виверна... Причем не хватило одной тычки, когда Артизер свернулся и забил на яйцо. То есть оставалось реально один удар нанести, и яйцо бы упало. Он понимает, что, судя по всему, не добивает. В какой-то причине разворачивается, получает стан от яйца. Ну, а дальше все по накатанной. Там медлет спанули опять. Зай. Не, ну тут... Финсгрип есть. Да, есть. Там Айгис сетевая должен типа погибать, но... Не стали рисковать. Ты посмотри, Сигрет напуганы. Чуть ли не впервые я их вижу в таком состоянии. Мне кажется, они понимали, что не хватит контроля, чтобы убить 2 раза. Нет, так хотя бы Айгис дропнуть. А побоялись юзать Финсгрип. Юзать Финсгрип, начинается драка. Поэтому 2 раза убивать не решились. Так, ладно. Я же тебе об этом и говорю. Бояться. Ну, просто начали бы инициацию, и все бы плохо закончилось для них. Ну, я думаю, правильно бояться. То есть страх в какой-то момент это хорошо. Вообще плохо это когда... Изначально хорошая штука. Бесстрашие, ты идешь и так далее. Ну, расскажи, это Дикей на предыдущем интернационале, когда преимущество 40 тысяч, а ты боишься зайти на хайграунд. Нет. Есть совсем... Это паранойя называется, а не страх. Ладно. Это же немного другой этап. Это когда тебе всю жизнь было страшно, да? Это когда тебе вообще, в принципе, страшно. Пупей, медаль, глимер, стики ПТ на силу. Спиритбрекер с Блэкинг Баром, который еще пока не юзал. Ждут, конечно же, пропажи Аегиса у Сити Ая, потому что сейчас драться бессмысленно идти. Баунти Хантер, Форстаф, Орбов Веном, Арканы, 700 на руках. Второй у Рейнтрека, поэтому растут дивиденды за удачно проведенные файты. И пытается собрать Кирасу в Вайпер. Это правильно, потому что когда-то появится Солар Крест, у СФ пассивочка работает, плюс Кираса, и армор загоняется в никуда. Птички с руки будут более увесистые. Вообще, вот Геракоптеру бы сейчас не помешало. А что бы ему не помешало? Что бы ему больше не помешало? Сатаник или же наоборот? Сатаник, чтобы пережить вдруг, если что, удачный финсгрипп и отригенец. Потому что контроля там не так много. Ульткоровый финсгрипп. И вот, смотри, появляется линка у Шторма. Очень любопытное приобретение, потому что имеется финсгрипп у противника. Потому что имеется у Геракоптера БКБ. И чуть ли не единственным, что пробил. Хотя нет, не может быть чуть ли не единственным. Ульт Баратрума. Да, ульт Баратрума, смотри, ульт Вайперов, ульт Курьера. Что, арм запрыгнул. Можно будет скушать. Минус Курьер. Минус Курьер. Три 200 была в Курьере. Это была Кираса. Это была полностью готовая Кираса. Хотя нет, не полностью. Киперсона не хватало, но все равно. Три из четырех запчастей лежат пока что в Курице. И три минуты будут недоступны. Слушай, открываю графики. Ноль. Ноль золота, ноль экспириенса. Даже экспириенс немного уже перевалил в пользу Е-Коу. Очень неплохой камбэк в итоге выходит. Шторм продолжает дальше нападать. Нападает на Артизи. Он должен его хоть как-то попытаться зацепить. Тут пошел Глимер. Шторм понимает, что Глимер работает не так долго. И ловит он Артура. Артур. А ей если там уже нет, если что? Амзая зацепили. Хотя зацепили пока только треком. Но вот еще ракета летит. Летит она за Артуром. И у нас тут Кура сзади. Но его пока не видели. Да, и он успевает уйти. Сети Ай улетает на фарм. Но вот после линки, как мне кажется, Сети Ай пойдет либо в Black King Bar, либо в контроль. Это будет либо Хекс. Хекс, Хекс. Очень крутая штука Хекс. Я слышал. И вообще я слышал, что многие команды на этом турнире в курсе этой инфы. Что Хекс крут. За свои-то деньги можно просто получить выключенного СФ или Спирит Брейкера или еще кого-нибудь. В данном случае Шадоу Финт, наверное, более предпочтителен. Так, что у нас у Вайпера с Мидасом? 2 400 барабаны БКБ. Ну и Кирас сейчас будет готов. Покупается и Гиперстоун. Остальное есть в куре, которое через минуту 15 появится. Слушай, не ставлю этот Мидас точкой... Облома. Точкой невозврата? Точкой облома я бы ее назвал. Потому что по факту, если бы он на тот момент собрал какой-то Аганим себе... Если бы он на тот момент собрал себе Аганим, у него бы сейчас не было и процентов, не знаю, 70 всего, что у него сейчас тут есть. То есть он бы имел действительно намного больше, намного меньше денег. И Кираса у него бы сейчас точно не было без Мидаса. Да посмотри, он по Нетворцу опустился уже ниже Шторм Спирита и Гирокоптера. Так правильно, он не добивает крипов. Шторм бьет больше крипов. Гирокоптер бьет просто тысячу крипов плюс Эншентов. То есть Вайпер фармит просто по умолчанию медленнее. Этот Мидас помогает ему фармить. Это не бесполезный артефакт определенно. В любом случае. Ну смотри, ну хорошо, появился бы у него Аганим. Что бы от этого изменилось? Дамаж? Нет, он бы не изменился. Мидас дает атак спид. Атак спид дает дамаж. Мидас в некотором плане, возможно, даже лучше. Именно для урона. Мы посмотрим. Шторм запрыгнул. Далеко, кстати, Пупей. Фортап. Слип. А переживет ли? Нет. Вот она сила Орхида. Дальше. Нападение на Куро. Куро уже замахивался лапками. А нельзя замахиваться лапками, там линка. Вот-вот. Он, видимо, так же подумал. А линка в КД была? Только сейчас от КД шелось. Можно было махать лапками-то? Да. В итоге мы тут видим... Паттер появляется, Герокоптер. Два гема уже у команды Йохома. Один они отдают Курьера и уносят на мазу. Слушай, Йохом, по-моему, собираются додавить. Я смотрю на эту шиву, я смотрю на Бутерфляй. И они в наступление переходят. Причем очень агрессивно. Судя по этому врыву шторма. Солар крест. Герокоптер уже почти полностью запакован. Да, это же просто жесть. И у Артизи нет манки Кингбара. То есть он очень сильно будет проседать под демиджу, если рейд дойдет для его ПВП с Гирычем. Опять! Да ладно! Опять погибает Курьер. Но опять две с половиной тысячи. И что же там было? Давай, твои версии. Я не знаю, что там было. Где Манедж для Артизи там лежал? МКП не будет. И он нажимает БКБ. Шторм на время нападает на Куру. Тос! И это минус! И Зай хотят спануть. Ланэм дает вижен. Зай, зовут его Ротикея. Ротикея, есть же еще яйцо. И может его прямо сейчас нажать. Но нет смысла. Гонят СФО отсюда просто. Что творят Ейхоум? Что творят Сикрет? Это страх в чистом виде. Они просто боятся Ейхоумов. Они не идут драться. Это не те Сикрет, которых мы привыкли видеть всегда. Вначале они были на коне. А что случилось потом? Что вдруг пошло не по плану? Упали с коня. Упали с коня? А хорошо от коня. Кто воткнул палку в колеса коня? Не знаю. Ну, наверное, что он Спирит или Гирокоптер. Ну вот. Слушай, минус Решан. Мне кажется, тут есть несколько причин, почему это произошло. Мы наше аналитике разберемся поподробнее. Но вот это отсутствие контроля Эйншентов в результате Гирокоптер совершенно спокойно фармил. Поймали Сая. Начинает его сбривать. Зай. 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 Идет. Может, убежит отсюда? Взет. И тычку он поймает. Куда ты убежишь с подводной лодки? Да, Ситяя, конечно, наказывает очень жестко. Большой Monopol. Две 200. У него 400 на руках. Опять же, его не остановить. А Еиги с 15-го рядом в Бладстоуне, они пойдут на хайграунд, мне кажется. Между прочим, хорошую статистику нам сейчас выдает Фростнова о том, что очень много Рошанов и Курьеров в среднем за игру. Посмотри, убить треть Курьера за игру, это неплохой показатель. Не все команды акцентируют на этом внимание. Но вот тут уже двушечка отлетела. Причем не самых таких плохих курочек. И может быть не последний. Да, и вот через минуту появится Кура, у Артизи появится наконец-то Манки Кинг Барон. Он сможет хотя бы попадать по гирокопту, убивать пока еще не знаю, но попадать будет. И Сатаник, наверное, следующим артефактом гирочек будет себе собирать. Я не вижу других вариантов логичных. Но ты СФ уже пора Сатаник, потому что 1700 кп размотают моментально. Я только обратил внимание, что у Баунтихантера есть догон. Давно ли он его себе собрал? Не-не-не, совсем недавно. Буквально, наверное, за последние 4 минуты он появился. Может быть, 3. Ну, Дазлу будет совсем неприятно, несмотря на то, что у него есть гидмер кейп. И с полу резистанс несколько вырос. 20% идет магический резист нынче у Дазла. Вайпер там вообще должен быть супер-бронированным, да? Ну, это 43. Да, и Шторм Спирит продолжает летать. С Айдесом они хотят, хотят его реализовать. Убивать вот в три раза. С чем-то младцом очень трудно. Шторм. Так, хорошо. Шторм сразу же отходит. Аркизи просто немного напугали. Куру поджигают. Уже два трека раскинуто. Очень много видно сейчас у Юхоума на хайграунде. Вайперу надо раскинуть в ультимейте. Например, сейчас пошел минус армор. И спустя 10-15 секунд нужно потратиться. Если бы не было Айегиса. Айегисом потратиться нельзя. Потому что Ситиай будет наглеть, врываться самым наглым образом. И ты его либо бьешь, либо умираешь. А бить его по смыслу нет. Главное, что Уж сейчас очень сильно маковать, а был непокой. Момент с Форстафом, но в итоге не пошло. Баратрум ехал, он заехал в Ровска. Неужели не будем тратиться его фокусить? Отличный подсейф от Виверной. И они убегают. Они понимают, что скоро будет Яйцо. Но Ульца пока что не будет. Шторм залетает сразу же на базу. Начинает развалить Аркизи. Яйцо прям на окно упадает. Пытаются ломать Яйцо. И его поломали, наконец-то. Но так же поломали и Аркизи. Зай, отличный разбег. Слушай, Ланемка тоже может сейчас умереть, но нет. Зай, Зай будет погибать впервые. Так и есть. Это ГГ. Это ГГ. Есть байбек от Аркизи. Может быть байбек от Вайпера, но это уже не принесет ничего. Потому что абсолютно все живы, кроме Феникса. Ситиай фуловый. 19 зарядов в Латстоуне. Есть Вижен. Сейчас будет Вижен еще по Аркизи. Ставится ракетка. И залп просто скандирует. Е-хоу. Огромное количество болельщиков в этой команде. Здесь мы видим С4 под фокусом. Минус, Вайпер. И Аркизи также убегает в ужасе к себе под фонтан. Он не знает, как противостоять этой машине. Названием Е-хоум. Как же великолепно здесь заехала Виверна. Она просто топчик. Виверна по факту не то, чтобы выиграла эту игру. Выиграли ее все. Отлично отыграл Шторун Спирит. Хорошо сыграл Геррокоптер. Отлично играли суппорты, которые с Накали Эншин. Геррокоптер, который Доминатором себе так же это делал. И, опять же, Виверна была просто нереально в тему. И не будем забывать про Феникса, конечно же. Феникс тоже внес свою лепту в победу этой команды. Хотя пока что Сикрет не сдались. Мы, возможно, их рано похоронили. Возможно, они пытаются еще сделать камбэк. Очень трудно это будет сделать, потому что, я думаю, ждутся следующего Рошана Ехоумы. Масс-файт у них просто великолепный. На Рошане драться с Сикретом вообще противопоказано. Потому что там есть яйцо на хайграунде, которым ты ничего не сделаешь. И если СФ зайдет вот в эту норку и на него поставят колбу, он развалится моментально. Поэтому драться им там противопоказано. А с Игисом, Штормфирито... Тут сразу же хекс, алибарда, догоны! Сколько бабла! Только что вынесли Ехоум. Догон левел 4. Это просто даззл выключать. Да, это минус даззл почти. Ну, у него там резист неплохой, но все равно будет очень больно. Ну, и опять же все эти алибарды. Вот он контроль от команды Ехоум. Возможно, хоть кто-то наконец-то посмотрит на подобный билд суппортов. Конечно, многие скажут, тут много денег. Конечно, можно купить все, что угодно. Но опять же порядок без туфты. Вот как можно назвать тот же айтем билд у ДДС. Все артефакты полезны. Тупей. Встреча с Южем. Слушай, они плохо... Особие попадают. Да, Пахубит. Яйцо также ставится. Яйцо бить не акампо. И кажется, это конец игры. Погибает Фэйн. Погибает Вайпер. Даттл тоже на УХП. Зайп пытается хоть как-то выживать. И ГГМ. 1-0 для Ехоум. Что-то пошло не так. Зал продолжает скандировать Ехоум. Да, да. Зал действительно просто в восторге от этой игры. Очень крутая победа. И победа не... Но это очень крутая победа. Продолжение следует...